Здравствуйте, товарищи сноубордисты и сноубордистки! Привет из магазина Squat VR Freeride Москва-Таганская. Расскажу вам про наши новиночки, которые приехали уже после Нового года. Ну что ж поделаешь, такая жизнь, и не все производители могут легко и быстро производить. У нас на очереди Soul Stick. Он у нас тоже присутствовал в наших тестах в Шерегеше, и в принципе бренд людям в общем-то нравится. Хотя, конечно, они минимально про него слышали, но попробовав, доски им заходят. В этом сезоне появились некоторые изменения, которые я вам сейчас хочу рассказать. Одно из них это самое основное. Вот вы видите прекрасные красные доски. Беру, например, красную доску, убираю. Опа! А тут прекрасная, условно, белая доска. И так у каждой модели и каждой ростовки. При этом, при этом красная доска у нас стоит 56 700, а белая доска стоит 44 900. То есть разница где-то в 12 косарей. И это происходит не только за счет цветовой дифференциации, как вы понимаете. Расскажу, чем они отличаются, и как бы запомните это раз и навсегда. Вы можете посмотреть предыдущие обзоры, какие-то у нас уже были на доске Soul Stick на нашем канале. Но сейчас чуть-чуть все стало по-другому. Красные доски называются серией Elite. Белые доски называются серией Mountain. Если мы будем их мять, как вот вы привыкли, что-то мять в руках. И я тоже люблю мять в руках сноуборды. По жесткости отличий почти что нет. Почти что нет. Ну может быть чуть-чуть, это прям совсем малочувствительно. Но если мы ближе посмотрим на эти доски, то мы увидим, что на красной доске есть карбоновые стрингера вдоль, две. И X-образные карбоновые вставки под креплениями. Здесь карбона нет. Триаксиальное волокно и здесь, и здесь. Но жесткость примерно одинаковая. Здесь, конечно, чувствуется, ну может быть, как сказать, для неискушенного человека, может быть, вообще не почувствуется разница. Но тех, кто мял много досок, кто-то даже половину, так скажем, деления, половину единицы почувствует. Она, да, действительно, чуть-чуть жестче, но не прям настолько значительно. Значит, разница раз. Разница два. Мы ее здесь не наблюдаем, но это внутри разница в дереве. То есть красная доска сделана из двух сортов дерева. Это, сейчас скажу, какое. Это тополь и павловни. У белой доски только тополь. Разница два. А, карбоновые вот эти вот вещи, да, они, так скажем, жесткость можно придать какими-то дополнительными карбоновыми вставочками, а можно просто какими-то дополнительными слоями стекловолокна. По жесткости различий нет, но, вероятно, вероятно, теоретически, мы эти доски еще не пробовали. Ну, точнее, как, мы пробовали старые варианты досок, но вот так, чтобы прокатиться на двух разных досках, мы еще не катались. Усилия при закантовке будут передаваться более быстро, то есть более точно, соответственно. Возможно, что серия Elite будет лучше управляться за счет вот этих вот карбоновых крестов под креплениями. Так, значит, дерево, карбоновые вставочки. Скользить, скользить, скользяк. Здесь есть, здесь тоже есть скользяк, но этот называется Sintered 5000, этот называется Sintered 7000, то есть он более скользкий. Наверное, вот это вот отличие, оно наиболее ощутимое, потому что, как скользяк более скользкий, скользяк менее скользкий. Пока тоже не тестировали, надо пробовать, но поверьте на слово. А, еще одна вещь на тему поверьте на слово. Вот здесь вот есть такая штучка, значочек, Oscillate написано. Это некая конструктивная особенность красных досок Elite, которая отвечает за отсутствие вибрации в носу. То есть доски, в общем-то, как вы видите, они все направленные, у них у всех длинные носы. Так вот, чтобы была, чтобы этот нос длинный не вибрировал, или там меньше вибрировал, есть некая специальная конструкция Oscillate, про которую ребята из Soul Stick'а рассказывают нам так. Поверьте нам, ребята, на слово, что там есть эта технология. Но если бы мы вам рассказали о том, как она устроена, то вы бы все сделали это на своих досках, и это перестало быть тайной. То есть это какая-то тайная конструктивная особенность, которой обладает непосредственно какая-то именно эта фабрика, на которой они делаются. Мы тут побринкли этот нос, побринкли и тот, и другой. Блин, разницы на ощупь никакой. Поэтому, ну, что есть, то я рассказываю, но почувствовать, к сожалению, не знаю, как это почувствовать. Возможно, можно разобрать. Ну, кстати, Дюпра тоже утверждает, что у него есть там некая технология в носу, которая... В Дюпра-то носы прям вообще, ого-го, километровые, в космос улетают. Он говорит, что там тоже есть какая-то технология. Ну, хорошо, я лично верю всем этим людям, они молодцы, конструируют доски. Да, в общем-то, наверное, и все, да? Четыре. Четыре различия. Это наличие карбона. А, стоп, есть еще одно различие. Это, оно тоже невидимое, оно, наверное, его трудно ощутить, легко найти, тяжело потерять. Как-то так, да? Короче, красные доски, здесь волокно, ну, стекло, которое кладется при сборке доски, оно уже пропитано клеем. Ну, как говорится, смолой, да? То есть вы, когда собираете все это дело по слоям, когда делает доска вручную и наливается клей, я думаю, вы много видели таких видео, когда там прям струей наливают вот этот клей, потом размазывают его каким-то там шпателем, и он так сливается вокруг, там вокруг все заляпано, на ботинке все заляпано, одежда вся заляпана. В общем, грандиозный расход этого клея. Потом все это кладется в верхний лист, нижний лист, все это в пресс. Опять все это лишнее выдавливается. Когда у тебя пропитано стекловолокно заранее, там такого ничего нет. То есть тут ровно столько клея, сколько нужно. Чем это хорошо? Хорошо тем, что меньший расход. Это, скорее, более экологические моменты, нежели какие-то конструктивные. Но при этом, если вдруг, это я слышал от умных людей, что если вдруг где-то там было чуть меньше этого клея, то при конструкции оно может расклеиться. Я надеюсь, что с этой эпоксидкой здесь все хорошо. Но там, где вы вручную размазываете, опытный шейпер, он точно промажет все, и лучше лишнее выдавится, но останется в нужном количестве под прессом. Вот, это все различия. Так что все, вот запомнили, да, белый и красный отличаются этим. В основном разница чувствуется в цене на 12 косарей. Скорее всего, в основном она будет чувствоваться еще по скользяку, потому что, ну, как-то это в цифрах можно как-то ощутить. Все остальное, но не особо ощутимо, потому что ни вес доски, ни жесткость на ощупь сильно не отличаются. Поэтому все, заканчиваем про отличие, про цветовую дифференциацию досок, и просто напомню вам, постараюсь побыстрее, что значит эта коллекция. Первое, с чего хочу начать, прям как в каталоге пойдем, да, доска называется Blower. Blower, это доска... А, подождите, во-первых, всю коллекцию отличает чем? Что эти доски достаточно широкие, они все направлены, у них у всех длиннющие носы, сдвинутые назад, закладные. Есть разница между шириной носа и хвоста. То есть, в принципе, у всех досок есть, ну, так скажем, более-менее одинаковое описание, которое вы можете прочитать на нашем сайте. И там написано, что это хорошая доска, All Mountain, отличная для катания в горах, может стать единственной вашей доской, и можно ее назвать курортной доской. Это объединяет все эти доски. Но есть нюансы, как говорится. В них сейчас разберемся. Вот доска Blower. Как это первая в каталоге. Не очень жесткая доска, хотя они все для людей, которые уже подготовлены, которые катаются хорошо. То есть, здесь жесткость, ну, больше средней. Там, может быть, шестерочка. Доска достаточно широкая. То есть, все промеры вы можете посмотреть на сайте. Но она действительно широкая. У нее есть ложка, да, то, что называемой ложкой. Для чего ложка нужна, понятное дело, вы все понимаете теперь, да. В 2024 году, чтобы лучше всплывать. Лучше всплывать нам надо где? В паудере. Соответственно, доска Blower позиционируется как в основном для, как паудерборд, но при этом, при этом с хорошей возможностью катания в карвинге. Ширина доски хорошая. То есть, вы не будете цепляться мысками там за склон. Ее жесткость достаточная для катания в карвинге. Прогиб у нее кэмбер. То есть, она хорошо держит на склоне, на жестком. Следующая доска, которая, в общем-то, похожа, да, на Blower. Называется Pitch Wing. Pitch Wing я прям вот покатался на доске, не помню в каком году, в прошлом или в позапрошлом. Внешне похоже. По жесткости, я бы даже сказал, что она чуть мягче, чем Blower. Ростовки немножко другие. То есть, вот 57-я, это самая большая ростовка, но зато здесь талия шире, чем на Blower. Ложки здесь нет. И поэтому эта доска у них позиционируется, как доска в основном для карвинга, но с шикарной возможностью выезжать вне трасс. То есть, когда Powder на горе нет, вы катаетесь по оттраченным трассам, пытаетесь карвить. Она достаточно мягкая, чтобы не напрягать людей, чтобы не сидеть на ней конкретно. Но возможно, что каким-то суперопытным карвером она не подойдет. Но, так скажем, среднего уровня вполне. То есть, особенность какая? Это тоже доска отлично будет всплывать в Powder. У нее длиннющий нос с рокером. Все смещено назад. Раздвоенный хвост будет проваливаться в целину. Но при этом основное ее назначение это карвинг. Как ни странно. Следующая доска Shift. Тоже, если вы видите, это с разводным носом. Длинный, широкий нос. Жесткость этой доски, блин, я не знаю, наверное, девятка. Честно говоря, я боюсь таких жестких досок, вот лично сам. Я, по-моему, даже не пробовал эту доску. Либо у нас ее не было раньше, либо я ее просто не пробовал. Просто вот из-за того... А, нет, у нас был Shift, но он был другой. Он был совершенно другой. Ну, кстати, как и PitchWing, который изначально... PitchWing это вообще первая самая доска, которую Coran сделал. И она уже, конечно, изменилась и по шейпам, и по жесткости. Но вот Shift это самая, наверное, жесткая доска в этой, во всей линейке. У всех досок, кстати, мультирадиусы. То есть здесь не сказать, что это радиусы... Невозможно сказать, где какой радиус. Он там какой-то там параболический. Он не... Не круглый. То есть здесь вот просто, если посмотреть, то в этом месте радиус более короткий, чем в этом месте. То есть производитель утверждает, что это ответ доске PitchWing для любителей управлять задней ногой. Не могу прокомментировать вот это вот все, потому что на ней я действительно не катался, и она очень жесткая. Она поуже, чем PitchWing, но пожестче. То есть возможно, что для, как сказать, людей, которые чуть больше умеют карвить, нежели я чайник со своим PitchWing. Позиционирование тоже производителем, как карвинг, и возможность выехать в павдер, но, скорее всего, здесь именно за своей жесткостью и прямолинейностью доска больше все-таки подходит под трассовое катание. Новая модель. Новая модель. 3D называется. 3D. Очень интересная доска. Она максимально универсальная в этой коллекции. То есть здесь обычный хвост, нераздвоенную, достаточно длинный. Доска достаточно мягкая, то есть она не будет напрягать вообще при катании. То есть вы на ней можете и в павдер поехать, и, в принципе, попрыгать с трамплинчиков, и на каком-то естественном рельефе попрыгать, и даже в свитч поприземляться. Нос тут достаточно большой. Есть. Ой, хвост. Можете оттолкнуться этим хвостом, то есть здесь нет никаких вырезов, спокойно отталкивайтесь от снега. Один интересный момент. Здесь не зря стоит Original Sin 158, потому что вот эти две доски одинаковые. Тут, кстати, тоже есть ложка. Вы можете посмотреть на канале нашего друга. У нас есть ссылочки на этот канал где-то в наших соцсетях на Теобалду, который вот на этом Original Sin гоняет по Шерегешу. Она ему офигенно зашла. Очень веселая доска. Можно попрыгать. Ну, то есть доска для всего. Универсальная, прям универсальнее некуда. То есть я бы сказал, что любая из этих досок, она менее универсальна, чем 3D. А, и кстати, подождите, я же забыл. Shift и Pitch Wing. Pitch Wing. Ложки у него нет. То есть специально под карвинг, чтобы передняя, как сказать, самая передняя контактная точка никуда над снегом не поднималась, чтобы вы могли сразу зарезаться как надо. У Shift, который супер жесткая доска, то есть я так понимаю, что если вы на супер жесткой доске как-то сразу зарежетесь вот этой передней, передней контактной точкой в снег, то она вас сразу же швырнет. И опять же, задняя нога, да, то есть здесь на передней ноге может так зарезаться, что здесь радиус покороче, что вы сразу просто уедете резко в очень поворот. Поэтому здесь есть ложка, которая чуть-чуть нивелирует вот этот вот эффект сразу с такого мгновенного зарезания снега. Такой момент. Фукай вы уже видели у нас наверняка и на тестах у нас эта доска уже давно присутствует. Она такая в виде ракеты такой, да, красно-белой квадратики, запоминающийся дизайн. Фукай на английском, на английском, господи, на японском языке обозначает глубокий, то есть вот все там, глубокий снег, глубокие следы там на грумере, да, глубокая глотка, а это не отсюда, да, нет передачи, извините. Это ближе уже, конечно же, к классическому свалу-тейлу. Такой зауженный хвост, широкий длинный нос, тоже с ложкой, причем ложка тут начинается вообще там чуть ли не от переднего конта, ой, от передних закладных. Достаточно классический свалу-тейл и не очень жесткий, что, в общем-то, тоже хорошо для катания везде. Что у нас еще есть? А, еще один новый сноуборд, новая модель 3D-X. Если мы поставим рядом 3D и 3D-X, да они охренеть, какие разные, и почему у них такие схожие названия, я совершенно не понимаю. Мне кажется, надо было их как-то назвать по-разному. 3D-X доска похожа на доску MOS C3. 3D, C3, вот как-то они так похожи, но вот это почему называется 3D, не знаю. Отличаются они только вот этим X в названии. Но, в общем-то, это совсем другая доска, она действительно больше похожа на MOS C3, если вы найдете в каталоге, у нас здесь в магазине она есть. Это широченная доска, просто нереально широкая. У нее тоже есть и хвост, и нос. В принципе, ее позиционирование как тоже максимально универсальная доска, но при блинтале 28,5, людям с каким-то небольшим размером ноги, ну, типа там 41, мне кажется, это будет вообще очень жестко. Ну, точнее, как в паудере нормально будет вообще при любом размере ноги, но, например, как они говорят, вы можете покарвить на ней, да, наверное, можете покарвить, но почти 29 сантиметров талии покарвить с маленьким размером ноги, ну, достаточно вы должны хороший скилл иметь такого катания. В общем, я не думаю, что такая доска нужна именно для какого-то карвинга. Или, как они говорят, вы на ней даже можете въехать в парк. Да, можете, если умеете. Но, опять же, в парке надо перекантоваться, где-то, да, заехать на подкидушечку, хотя бы на трубу или там на трамплин на такой широченной доске. То есть, все-таки я бы ее позиционировал как именно, наверное, паудерборд, нежели как универсальный. Паудерборд, наверное, будет весело. И просто немножечко информации. Вот есть такой коротенький блоуер 142-й. Он отличается немножко дизайном. Тоже, это две доски разные, белая и красная, красная и белая. Но так как это такой, как, скажем, больше, более девочковый или подростковый дизайн, то есть, вот для девочек прям такая классная сова. У совы перья в виде веток деревьев очень классная. На красной здесь какие-то молнии. Ну, в общем, есть предложение для девушек тоже. Солстик это те люди, которые говорят, что мы пристегиваем свои доски к душе, а не к ногам. Занимайтесь сноубордом, катайтесь с нами, приходите к нам на тесты, пока они еще идут зимние. Увидимся на склоне. Ну, хотя, наверное, я думаю, мы с вами увидимся быстрее здесь, чем на склоне. Все, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok